Айлонская долина Это место, потому что здесь начало дороги, начало подъема в горы на Иерусалим И все эти попытки за них очень ругали Бен-Гуриона потом Потому что здесь были посланы неподготовленные новые репатрианты, непонимавшие команды В общем, самая такая больная тема всей войны за независимость – это Айлонская долина Но интересно, что долина это знала самых разных, самые разные воины и самых разных завоевателей В частности, сегодня, поскольку сегодня последний день Хануки 2023 года То хочется рассказать именно про Айуду Баковея и про его удивительную победу, которую он одержал именно здесь В Айлонской долине И в Айлонской долине, поскольку она вот такая вот большое поле, где можно разместить огромную армию И греки посылают сюда 60 тысяч армию Огромная армия Главная главнокомандующая Лисия Это третий бой Иуды Баковея Главнокомандующая Лисия привозит с собой таких знаменитых, успешных военачальников Георгия, Никанора, Талмая и конница И повозки с совсем необходимым для армии Еще огромная толпа работорговцев, которые в надежде на скорый заработок сопровождают армию В общем, казалось бы, нет никаких шансов у Иуды с его ополчением там несколько тысяч евреев И Георгий с конницей поднимается в лагерь Иуды А лагерь Иуды находится в Бейтель То есть поднимается Георгий с конницей по 443-му шоссе Итак, Георгий, один из военачальников Лисия Идет ночью, чтобы захватить лагерь Иуды Идет по Малый Бейтхорон в сторону Бейтеля, где он знает, что находится лагерь Иуды А Иуда, которому сказали, что происходит в лагере противника Он понимает, что нужно уходить из Бейтеля И уводит всех своих в Мицпа Мицпа – это там, где Наби Самуэль сегодня И идет он туда не случайно Они устраивают там пост, они молятся Богу Они пришли туда, потому что когда-то Шмуэль, пророк Самуил Собирал там народ перед решающим сражением с филистимлянами И, в общем, Иуда напоминает бойцам о том, что было здесь за тысячу лет до этого И как евреи победили филистимлян после того, как Бог им помог И отпускает он домой ровно в соответствии с тем, как в Торе написано Тех, кто только что женился, кто только что построил дом Кто только что посадил сад То есть виноградник И это удивительно Это просто точно в соответствии с тем, кто идет на войну В соответствии с законами Тары И Иуда совершает невероятно стратегически умный, важный поступок Он ведет своих воинов Осталось у него всего три тысячи Ведет их тропинками сначала на юг, в сторону Иерусалима А потом по Ваде Нахальшон ведет их вниз То есть сегодня это шоссе номер один Главное шоссе страны, соединяющее Талиабиф и Иерусалим А когда-то это были тропинки, известные только пастухам И дорогой, главной дорогой, это становится уже только в османский период Во времена Иуды никакой дороги не было Он ведет их просто по оврагам И совершенно неожиданно для армии греческой, которая здесь стоит Вот на этом огромном поле стоит армия И они даже стражей не выставили Потому что они были уверены, что Георгий там на горах Сделает все, что нужно с лагерем Иуды И утром у них будет полно рабов и большая победа То есть весь этот огромный греческий лагерь спит Когда Иуда подходит И он свои три тысячи разбил на три отряда С восточной стороны, с тысячей солдат Идет сам Иуда С запада Простите, с севера и с юга Идут его братья Шимон и Ионатан А на запад Иуда оставляет открытую дорогу Чтобы те, кто захочет убежать, могли это сделать И действительно С криком То есть во имя Бога спасения с Богом Еврейские три отряда набрасываются на лагерь греков И 9 тысяч убитых тогда полегло у греков И те, кто могли, спасаются бегством Хорошо, что была оставлена дорога, по которой они могли убежать То есть одно направление оставил Иуда специально для желающих убежать В сторону Яфа, в сторону Гезера В общем, можно было убежать с поля боя И, казалось бы, победа Победа Можно расслабиться, можно отдохнуть Можно собрать оружие, которое осталось в состоянии врага Но Иуда не дает сделать этого своим воинам Потому что он знает, что Георгий, который пошел с конницей завоевывать Бейтель Скоро вернется, не найдя там Иуду И что им предстоит еще одна битва Вот с этим отрядом, который шел в горы на захват Бейтеля На захват лагеря Иуды И он не дает своим солдатам расслабиться Он собирает их и говорит, что главный бой впереди И действительно, к утру Георгий, не найдя никого в лагере Иуды Он спускается по той же дороге, которая поднялась То есть по 443-му шестерей сегодня По Малой Бейтхорон Спускается и видит огромный дым, который поднимается от лагеря И издали он его видит Потому что Иуда, умный Иуда, догадался приказать сжечь все, что дает много дыма И поняв, что битва проиграна, и отряд Георгия тоже даже не вступает в бой Они разбегаются в разные стороны, и их преследуют евреи В итоге полная победа Причем все это происходит в пятницу И вот-вот уже наступает суббота И субботу евреи радостно встречают в побежденном греческом лагере Огромная армия погибла, огромная армия побеждена То есть после этой победы у Иуды появляется очень много сторонников К нему идут люди, которые поверили в то, что это возможно Возможно победить греков, возможно добиться независимости И у него уже там не 3 тысячи, а 8-10 тысяч И у всех есть оружие, потому что в лагере греков, которые они завоевали Осталось полно оружия и полно всего того, что нужно для дальнейшего введения войны То есть эта решающая победа Иуды была здесь, на Айлонской долине И в дальнейшем Бакхид, который сумел победить Иуду Это будет еще через какое-то количество лет Он на месте Эмауса, древнего Эмауса Вот это место, где был главный лагерь Он строит крепость, крепость Бакхида Которая на вершине, с которой видно все И позже, уже в римский период Главная крепость Эмауса была перенесена на запад На то место, где она и сегодня Где мы знаем Эмаус, монастырь Молчальников Здесь развалины Византийского монастыря А древний Эмаус, Эмаус времен Иуды И времен Селевкидов, времен войны с греками Он находился чуть восточнее То есть сегодня это парк Канада И раскопан этот холм В том числе и библейские там жили с древних времен И последняя знаменитая история, которая там произошла Это именно войны Маковеев с греками И большая победа Иуды С праздником, с Ханукой Я забыла сказать, как празднуют субботу в лагере Иуды С песнями, с благодарностью Богу В этом разрушенном, полусгоревшем лагере греков Евреи, счастливые, не веря в собственную победу Отметили начало субботы Это очень важно Вот эта встреча Иудой с его командой субботы В лагере врага очень похожа на сегодняшние встречи субботы И праздников в секторе Газа Когда зажигают Хуныкию на главной площади Газы И действительно нет нам предела нашим победам В случае, если народ един И в случае, если он идет на бой с верой в Бога и в его помощь Иуды Субботы Иуды